Доброе утро, уважаемые телезрители! Я позволю себе еще один ответ на еще один вопрос. Разных религий очень много, и одна противоречит другой. Где же истина? Можно ли выбрать такую религию, которая объединяет все остальные? В последнее время об этом много говорят и пишут. Я начну свой ответ с некого внешнего примера. Давайте представим себе больного, вокруг которого слишком много советчиков. Один посылает к бабушке, другой к дедушке. Третий велит пить, простите, мочу. Четвертый подсовывает чудо-мась на постном масле и уксусе. И больной в конце концов отказывается от лечения. Ведь универсальная религия, объединяющая все остальные, похожа на попытку следовать всем советам сразу. И тогда уже не обойтись без услуг гробовщика. Вы знаете, вплоть до недавних пор многие решали этот вопрос очень просто. Я родился на этой земле, следовательно, я православный. И решение это было верным и надежным. Ну, в наше время, когда в мире все пришло в движение, когда европейские народы растеряли христианское наследие, когда язычество, оккультизм и прямой сатанизм стали орудиями нового мирового порядка, искренние богоискатели всего мира открывают для себя издревле известный факт. Если Бог один, если Он является на землю один раз и основал на земле Свою Церковь, то Церковь эта как была, так и остается одна единственная. И Церковь эта – право, славящее Бога. И вот убедиться в этом можно двумя путями – длинным и коротким. Длинный путь подходит для иностранцев и людей с большим багажом знаний. Он состоит в изучении истории христианства, сравнительного богословия, православного вероучения и других дисциплин. Многие идут этим путем. Они следуют православную Церковь и, убедившись, что это и есть истинная Церковь, которую они искали, принимают православие. Вот беда только в том, что не каждому в жизни отведено столько свободного времени и возможностей для спокойной учебы. Поэтому Господь дал нам другой, короткий путь – открыть Церковь не снаружи, а изнутри. «Прииди и вишть!» – ответил некогда апостол Филипп своему другу Нафанайлу на его сомнение о явившемся Мессии. «Прииди и вишть!» – говорит сегодня Церковь каждой душе, скорбящей, озобленной, помощи Божией требующей. И православие – это не только и даже не столько учение, сколько образ жизни. Реальность церковной жизни, сохраненной Господом на наших славянских землях, вопреки адским усилиям XX века, неизмеримо богаче всех учебных пособий и академических изданий. Это богатство всех нас с вами. А вот что касается истины, мне хотелось для размышлений и раздумий привести слова священника Александра Ельченинова из его дневника. Так вот он писал, «Я ищу истину». Счастье, если при этом делается ударение на последнем слове – истина. Много хуже, если с гордостью подчеркивается слово «ищу». Совсем плохо, что бывает чаще всего, когда ударение делается на слове «я». Счастье, если с гордостью подчеркивается слово «истина», 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 «истина». Счастье, если с гордостью подчеркивается слово «истина», 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 «истина». Счастье, если с гордостью подчеркивается слово «истина», 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 «истина».